Радио Орфей. В Москве на частоте 99,2 FM круглосуточно. Мои слушатели, у микрофонов Айна Коган. И ближайшие 4 часа мы с вами проведем вместе. Как всегда, замечательная музыка, прекрасные записи, все программы на своем месте. Напомню вам, сегодня 4 августа, разгар лета. А что такое лето? Лето — это фестивали. И к вопросу о фестивалях напомню вам, что, я думаю, вы знаете, слушали наши эфиры, что вчера произошло закрытие 10-го фестиваля «Де Марин» в Бодруме. И на этом фестивале до сих пор находится мой коллега Роман Берченко, который расскажет о феерическом закрытии, потому что там были такие звезды, как Хосе Кура, там был оркестр «Русской филармонии», дирижер Сергей Тарарин, там был еще рециталь памяти Лейли Генжер. Но я думаю, об этом, обо всем лучше расскажет мой коллега. Роман, здравствуйте. Здравствуйте, Фаина, здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, ваши впечатления от закрытия этого 10-го фестиваля, который прошел в Турции, и, как мы с вами уже говорили, в очень интересной политической обстановке. Да, это действительно так. В Турции в это воскресенье пройдут президентские выборы, за границей граждане Турции уже голосуют, и вот этот скрытый политический подтекст ощущается и в ходе всего фестиваля, хотя он абсолютно не политизирован, конечно, но дело в том, что довольно значительная часть общественных сил Турции выступают за светское государство, при этом они опираются на идеи Ататюрка, который именно так и строил государство при его основании в нынешнем виде, республику Турции. И, кстати, не случайно перед сценой красуется огромный портрет Ататюрка в фраке. Он очень любил классическую музыку, часто ходил на классические концерты. Мой друг Серхан Бали, редактор самого авторитетного турецкого музыкального журнала «Анданте», сказал мне, что больше всего он любил Ариу Каварадоси. Как интересно, да. Хороший вкус. Касекура ее исполнил, и вот бесконечно Ататюрк мог это слушать. И, в общем-то, это такой некий, это фестиваль, некий такой, ну, если хотите, символ, может быть, в какой-то степени призыв к тому, чтобы Турция шла по пути секулярного, то есть светского государства. Это очень важно. Об этом говорили очень многие деятели турецкой культуры, которые сюда приехали. Говорили, конечно, о фулуарах, никаких здесь политических заявлений и выступлений. Возвращение. Сезонная компания и фестиваль не связан. Но, тем не менее, паскудно это ощущают. Ну, вот я хотела бы, чтобы... Я поняла, да, извините, Роман, перебила, но я бы хотела, чтобы вы рассказали вот конкретно об этих двух концертах, поскольку вы сказали, что были на обоих, и концерты такие, которыми позавидуют не только в Турции, но, я не знаю, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, потому что такие звезды удивительные. Это чистая правда. И я лично для себя открыл вчера аж целых двух звезд. Это две турецкие певицы, два сопрано. Они обе очень молодые. Первый из них Эйлем Демирхан Гуру. Эйлем Демирхан Дуру. Запомним это имя. Она солистка оперы из мира. Вчера она пела каменный концерт, как раз вот посвященный памяти Леве Генжер. Это звезда турецкой оперы. И надо сказать, что, видимо, новое поколение вполне достойно своих звезд. Репертуар был вполне обычный, такой вот, ну, очень виртуозный. Практически все самые трудные арии Пучини были спеты. Из Турандот, из Жанни Скики. Затем во втором, как бы, микроотделении была Перетта. Был Иоган Штраус, Лигар. Знаменитые сопроновые арии. Очень приятное впечатление произвела эта певица. Она поет легко. Сама получает огромное удовольствие. И она еще и, в общем, видно, что у нее хорошие артистические. Да, на этот концерт проходил на открытом воздухе. И вот такой, в общем, достаточно непритязательный каменный концерт собрал более тысячи зрителей. А вот я хотела вас спросить. А как с публикой? Вот на все концерты публики было много. Пользуется популярностью этот фестиваль? Не то слово, Фаина. Просто под завязку. Вы знаете, мы стояли все вечера, до последней минуты журналисты ждали, пока какие-то представительные стульчики нам дадут. Несмотря на то, что мы все были аккредитованы, столько было желающих пройти. Ну, представьте себе, и это при том, что камерные концерты где-то около тысячи мест, а пространство, выделенное для концертов больших, шесть тысяч. И вот все эти шесть тысяч практически, ну, проданы, по великобританию, отданы. В основном проданы. Впрочем, та вот коммерческая группа, мы не будем ее называть, которая организует этот фестиваль, она занимается благотворительностью, я об этом рассказывал. Они лечат больных детей, в основном больных церебральным параличам. Благородно. Часть денег, да, прибыль с фестиваля идет на лечение детей. Они, кстати, содержат и собственный детский оркестр. И это очень серьезно, поэтому они стараются все продавать. Менеджмент здесь на очень хорошем уровне. Со всей Турции сюда приезжают люди на автомобиле, прилетают на самолетах, просто аншлагили. Ну, замечательно. Понятно. Ну, вот теперь об этом концерте, где Хосе Кура пел, и где наш оркестр. Как принимали, как вообще все это звучало на 6 тысяч на открытом воздухе? Вы знаете, ну, сразу скажу, фестиваль очень высокого уровня. Но вот вчерашний концерт, закрытие, пожалуй, сделал его, в общем-то, мероприятием абсолютно мирового уровня. Если бы такой концерт, который был вчера в Бодруме, проходил в Шонбруне-Сдене, или в Париже, в Луэль, или в Кавенгарден, я думаю, что абсолютно уровень того, что вчера мы слышали, достоин этих лучших залов мира. Ну и, конечно, или Московской консерватории, разумеется. Да. Вы знаете, Хосе Кура, не только замечательная вокальная звезда, он знаменитейший сценар, который уже перепел «Везде и все», он еще очень обаятельный человек, скромный и очень хороший артист. Он начинал вчера пролог к... Паяцам. Паяцам. Паяцам, Леон Кавал, было сыграно сначала ментальное выступление, а потом пролог, и вот он появился среди публики. Ну, с микрофоном, конечно, потому что все-все пел с микрофон, и мы все не понимали вообще, откуда идет голос, и он прошел по проходу, и вообще он бегал, спускался в зал, чувствовал себя очень и очень свободно, видно было, что он воодушевлен, но Хосе Кура еще и замечательно дирижет. И потом я разговаривал с музыкантами, там в оркестре есть несколько музыкантов, с которыми я работал несколько лет, в оркестре Театра «Итучая мышь», который я имел честь возглавлять. Так вот, я разговаривал со своими друзьями-музыкантами, они сказали мне, что они очень воодушевлены тем, как Хосе Кура дирижирует, тем, как он слышит оркестр, как он с ними работает, было видно, что у них полнейший контакт, и он сыграл, между прочим, в качестве дирижера довольно трудные оркестровые пьесы. Из двух балетов «Дефалья», «Треугол» и «Любовь волшебника», пьесу пьесцолы «Тангата», очень сложную оркестрова, и в конце был «Хинтаскер». То есть это был такой вот действительно творческий вечер этого пьесца. Блистательно совершенно играла оркестра «Русская филармония». Вы знаете, я не слышал их где-то полгода или больше. У меня ощущение, что они очень сильно выросли. Мы знаем все, что «Русская филармония» специализируется, в том числе и на галах, концертах. Они очень мобильны, они очень быстро входят в любую партитуру. Да, у них сейчас хороший художественный руководитель. Да, безусловно. Микюриевский поднял их уровень, и там появились новые музыканты тоже. Но то, что они продемонстрировали вчера, вы знаете, концерт был огромный почти три часа. Вот ни одной ошибки, ни одного кикса, как я не услышал, никаких широковатых турецких зрителей просто в голос кричали, верещали, можно сказать, потому что... Ну, в общем, были, да, турецкие приличные оркестры. Но этот оркестр показал совершенно другой уровень. Вот это я могу с абсолютной гордостью сказать. Это приятно. Я вчера был именинником. Все ко мне поворачивались и показывали... Пальцем. Вот он, русский журналист. Я вчера подпризывал прямо в публике поздравления по этому поводу. Рома, вы знаете, что... Я вас перебиваю. Вы знаете, вы меня удивили, что Хосе Кура такой оказался замечательный дирижер. Я несколько лет его назад слушала в Доме музыки. И мне показалось, что он, ну, как сказать, профессиональный, но как-то вот как дирижер я бы предпочла, что он пел. Ну, дай бог ему здоровья, и чтобы это все продолжалось. Вы знаете, а вчера впечатление от его дирижирования, если честно, было даже перекрывало то, как он пел. Потому что, ну, мы пел он тот репертуар, который наши знаменитые, ну, не наши, конечно, знаменитые три тенера. Да-да-да, понятно. Несундорма и Каньо и... Ковародоси, наверное. Ковародоси, да. А потом Канье, конечно, все закончилось. Бриндези была, перед этим была Несундорма. То есть все по полной программе, так сказать. Вот, но... И поэтому, конечно, ну, всегда вспоминаются вот те оригиналы, те исполнения, ну, непревзойденные. Да-да. Поворотти и Доминго. Конечно, ну, не могу сказать, что Кура их превзошел. А вот как дирижер, его контакт с оркестром, его ощущение музыки живое совершенно. И я спросил моих друзей, насколько профессионально он показывает, насколько легко с ним играть. Они сказали, он абсолютно знает наизусть партитуру. Кстати говоря, из-за ветра, который дул вчера весь концерт, и там у них слетали ноты, и они закрепляли какими-то прищепками. А дирижер, по дирижерах от Кура, и, кстати, Сергей Тарарин, который блестяще себя произвел, как компаниятор, оперный, в завиоркестр. Так вот, дирижеры ведь дирижировали практически наизусть. У них и не было возможности посмотреть партитуру вообще. Из-за этого огуршительного совершенно ветра, который задувал микрофоны, все партитуры переворачивал, как хотел, листал, так сказать, ветер. Главный дирижер, да. И было видно, что Кура знает все партитуры наизусть. Очень сложная музыка химтосферы, очень прихотливая музыка де фальи. И, конечно, это все блистательно совершенно показывает. Кстати говоря, Кура очень скромно себя повел. Он сказал, что главная звезда сегодня — это русский оркестр. И они сделали такую вещь, они показали первые, а ух так, на полет шмеля. Отошли вообще в бокс-сцены, и оркестр сыграл полет шмеля без дирижера. Класс. И публика просто взвыла в голову. Ой, Рома, как жалко... Да, последнее, что хотел бы сказать. Вот скажите мне про Фатьму Саид. Да, вот про Фатьму Саид, потому что время наше неминуемо бежит вперед. Да, Фатьма Саид у них на первом стопе ворудование, хотя они так и так говорят. Да, это еще одна молодая турецкая звезда, звезда восходящая. Она сейчас учится в Берлине в высшей школе музыки Ханта Айсера, но уже имеет европейские контракты. Она тоже блистательно совершенно поет. У нее очень хороший голос, хорошие внешние данные. И видно, что уже у нее есть такая вот европейская культура, европейский шарм у нее появляется. И, в общем-то, и Хосе Кура, и Сергей Тарамин всячески, можно сказать, оптекали очень, относились во время. Она тоже пела, пела репертуар с каменным концертом, повторился в ее сольных номерах. Там тоже были Пучини, тоже Ария Турандо была. Были несколько оперных дуэтов. Был Гуно Ромео Джульетта, конечно же, очень известная Ария Джульетты. Все это было очень хорошо, света каким-то таким огнем настоящим. И с очень хорошей темой. Ну, Роман... В общем, вчера было такое, в общем... Да я слышу по голосу, такой воодушевленный, да, такой замечательный. В общем, Роман, огромное спасибо вам за такой интересный рассказ. Что я вам могу сказать? Я вам завидую и желаю, искупайтесь в море еще разок и прилетайте обратно. Спасибо. Обязательно сделаю и то, и другое. Непременно. Спасибо вам большое. Это мой коллега Роман Берченко из Бодрума. Счастливо, Рома. Счастливо. До свидания, уважаемые слушатели. Счастливо.